Шри-Ланка – небольшое островное государство, которое уже давно полюбилось туристами различных стран мира. Если брать во внимание, где именно расположена Шри-Ланка, сразу можно понять, почему она пользуется особым вниманием у отдыхающих. В данной статье будет детально рассказываться про расположение острова, про моря и океаны, омывающие Шри-Ланку и чудесные курорты этого места. Данное государство является весьма небольшим. Для сравнения, территория России больше в 263 год раза, Украины – в 9. Площадь Шри-Ланки составляет 65 квадратных километров. Шри-Ланка на карте мира расположилась с южной стороны Индии, точнее, немного южнее полуострова Индостан. Чтобы легко найти Шри-Ланку на карте мира, необходимо посмотреть на южный конец Индии, рядом с которым находится небольшой остров, отделяемый узким проливом. Важно, Шри-Ланка является самостоятельным государством и не имеет никакого отношения к Индии и другим странам. При внимательном изучении карты можно отметить, что государство имеет форму капли. Многие известные европейские поэты, посетив Шри-Ланку и восхитившись ее живописной красотой, писали, что она по-настоящему похожа на жемчужину у моря. Среди бизнесменов этот остров негласно прозвали сапфиром, так как на нем уже весьма длительный срок проходит добыча одноименного редкого камня. Рекордно большие сапфиры были добыты именно на территории этого государства. Остров омывается Индийским океаном и водами Бенгальского залива. Прибыв в международный аэропорт Бандуранайки, до столицы можно добраться на автобусе за час либо на автомобиле за 40 минут, преодолев при этом расстояние в 32 километра. Многие туристы предпочитают отдыхать в курортном городе Негомба, который находится в 12 километрах, добраться до него можно за 15 минут на автомобиле либо за 40 минут на автобусе. Шри-Ланка – сезон для отдыха Все транспортные развязки начинаются именно со столицы государства Коломбо, поэтому следует рассматривать расстояние к городам оттуда. Для начала следует рассмотреть расстояние от Коломбо до основных достопримечательностей Шри-Ланки, до Нурадхапуры путь составит 206 километров, это расстояние можно преодолеть на автобусе за 8 часов либо поездом. Расписание поездов часто меняется, поэтому лучше уточнить его на официальном сайте ЖД вокзала, до Курунигалы можно доехать автобусом всего за 3 часа, преодолев около 105 километров, расстояние до Канди составляет 145 километров, либо 5 часов на автобусе. В этом случае рекомендуется поездка на экспресс-поезде. Одной из самых длительных поездок может стать путь к Ботикола – целых 326 километров. При желании туда можно доехать автобусом, но лучше всего это будет сделать на ночном поезде, в котором весьма приличные условия, к известному заливу Орюгамбе от столицы придется преодолеть путь в 324 километра, что составит не менее 12 часов. Дабы не чувствовать большого дискомфорта при ночном переезде, лучше всего сделать остановку в Балангоди и, переночевав там, продолжить путь. Конечно же, кроме просмотра местных достопримечательностей отдыхающих также интересует расстояние до лучших пляжей курорта, ближе всего к столице находится курорт Бентота, на расстоянии 71 километра. Лучше добираться туда на автомобиле за 40 минут, так как рейсовый автобус преодолеет данное расстояние за 2 секунды половиной часа, удаленность от столицы до Казгоды составляет порядка 80 километров. За 3,5 часа можно доехать до курорта Хикадува, находящегося на расстоянии 110 километров, маршрут к одному из лучших пляжей Шри-Ланки, Мерисса, составит 153 километра, около 200 километров нужно проехать, чтобы попасть в Тангале. Такое расстояние местный автобус проедет за 8 часов. Чтобы не мучить себя столь длительным переездом в сидячем положении, лучше всего добраться сначала до Форт Галли на поезде, после чего пересесть на автобус, длительный переезд также ожидает тех, кто выбрал для отдыха Матару. Придется проехать на автобусе 162 километра примерно за 6 часов. На сегодняшний день удобнее всего преодолевать расстояние к пляжам Шри-Ланки на поезде. Он начинает свой путь из столицы, следуя до Матары, при этом останавливаясь практически во всех курортных городах. Дополнительная информация. Качество дорог в этом государстве очень низкое, поэтому на преодоление расстояния отводится существенно больше времени, чем, к примеру, в России. Помимо плохого качества дорог стоит отметить их сильную загруженность. 150 километров в Шри-Ланке придется преодолевать около 6 часов. Чтобы отдых на этом острове не показался сплошным переездом, стоит выделять на это не более 2-3 часов в день. В 21 веке, чтобы поближе посмотреть страну и выбрать подходящее место для отдыха, не обязательно даже туда ехать. Google и Яндекс.Онлайн-карты полностью покрывают территорию Шри-Ланки, позволяя туристам детально ознакомиться с местностью острова. Шри-Ланка, музей, при просмотре острова на интерактивных картах, с большой высоты разницы между Яндекс и Гугл-картами практически нет. Однако тем, кто желает изучить остров более детально, лучше однозначно подойдет Гугл. Дополнительная информация. Для просмотра спутниковой карты государства существует около трех режимов обзора. Чтобы лучше воспринимать то, что показывает спутник, временами стоит переключать эти режимы. К примеру, чтобы найти конкретный адрес на Шри-Ланке, необходимо использовать режим карты «Гибрид», для общего обозрения определенного места лучше всего подойдет режим «Спутник». С помощью подобных онлайн-карт можно не только рассмотреть города и курорты Шри-Ланки, но и посмотреть на близлежащие страны, чтобы иметь представление о геополитическом состоянии государства. Сигирия, Шри-Ланка, практически все курорты в мире имеют не только преимущества, но также и ряд недостатков. Исключением не стало и Шри-Ланка. В частности, предлагается рассмотреть именно географическое расположение страны. Существенным достоинством острова является то, что температура воздуха на побережье всегда высокая, располагающая к пляжному отдыху. В то же время из-за тропического климата мир насекомых весьма разнообразен, что часто настораживает туристов. К недостаткам можно отнести то, что на большинстве пляжей присутствуют сильные течения и большие волны, поэтому работа для местных спасателей всегда есть. Самым большим недостатком для русских туристов является весьма большая удаленность этого курорта. Чтобы добраться от Москвы до Шри-Ланки, придется преодолеть около 6520 км. В заключение можно добавить, что не стоит ехать на Шри-Ланку ради развлечений, так как ночная жизнь и прочие удовольствия там полностью отсутствуют. Остров подкупает туристов в первую очередь своей естественной красотой и благоприятным климатом, на что и стоит сделать ставку.